На календаре последний день лета, а это значит, что уже завтра мальчики и девочки отправятся в школу постигать азы точных и гуманитарных наук. Пока же ребята с удовольствием проводят время во дворе, стараясь как можно подольше насладиться летним теплом и прогулками на свежем воздухе. Детей и подростков во дворах стало больше, а значит и внимание к ним со стороны водителей должно быть повышенным. Перемещение по территории только на низких скоростях и соблюдением правил дорожного движения. Что касается движения по городским магистралям, то здесь в преддверии учебного года предусмотрены свои требования. В правилах дорожного движения прописано, что во время проведения республиканского специального комплексного мероприятия, которое организовывается и проводится в Министерстве внутренних дел, именно в этот период все водители в дневное время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. На сегодняшний момент мы с вами констатируем, что 90% в частности в городе Бресте, можно даже говорить, что процент выше, действительно передвигаются с включенным ближним светом фар. О действии на территории страны специального комплекса мероприятий «Внимание, дети» сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям всех транспортных средств. Однако не только этот вопрос сегодня находится в приоритете. Под пристальным вниманием соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. В своем большинстве обрещания осознают необходимость использования специальных детских кресел и удерживающих устройств. И подчеркивают, покупки такие были сделаны осознанно. Каждый ребенок у вас имеет свой посадок? Да, каждый ребенок. Как-то приобретали специально, заранее? Да, заранее приобретал. Некоторые даже из России. Дети – это моя жизнь, я берегу их. И еще одна рекомендация. Многие дети в новом учебном году будут ходить на занятия во вторую смену. А потому важно, чтобы всегда с собой у ребенка был фликер. В целом, работа с детьми по соблюдению правил дорожного движения будет продолжена. Начиная с первых дней сентября сотрудники областной госавтоинспекции посетят учреждения образования региона, где проведут интерактивные мероприятия для школьников. С 4 числа по 9 включительно во всех учреждениях образования города Бреста и Брестской области будут проводиться с сотрудниками госавтоинспекции неделя безопасности дорожного движения. В этот период времени здесь уже будет в работе происходить непосредственно с учащимися. То есть это проведение разноплановых профилактических мероприятий. Причем как теоретических, так и практических. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Буктово.